Всем привет ребята, меня зовут Руслана и сегодня я вам сниму видео о корме Риэл Канин. Ну что ж, давайте мы уже начнем. Одним из самых популярных в России кормов уже многие годы является Риэл Канин. Производится он в России для местного рынка, а так во Франции. Хотя теоретически по составу изготовленный в нашей стране корм аналогичен изготовленному во Франции. На практике на втором случае жалоб намного меньше, чем в первом. Многие владельцы собак в своих отзывах восхваливают очень хороший состав этого корма, но на самом деле это не так. Риэл Канин премиум класс, а значит в нем помимо мяса используются продукты, а состав небогат овощами, фруктами и ягодами. Рассмотрим состав корма Риэл Канин для собак. На примере варианта Adult X Small для маленьких пород. Первым идет рис, источник углеводов, за ним дегидрированное мясо, птица. Хороший источник белков, надо отметить, что во многих других вариантах иной основной источник белков. К примеру, вариант для собак крупных пород. Там на первом месте уже может быть или кукуруза, или дегидрированные белки животного происхождения. Их получают из остатков мясного производства. Кукуруза – источник углеводов и многих аминокислот. Животные жиры, жирных кислот, кукурузная мука, кукурузная гликовина, источник углеводов и растительных белков. Далее идут гидролизат белков животного происхождения, изолят растительных белков, а за ним минеральные и витаминные добавки. Плюсы и минусы корма Риэл Канин. Плюсы. Очень широкая линейка для собак мелких пород и больших пород и так далее. Второе. Наличие лечебной ветеринарной линейки. Третье. Наличие мяса в составе, но его немного и есть только в некоторых вариантах. Четвертое. Широкое распространение гейс в большинстве зоомагазинов. И пятое. Неплохое содержание витаминов и минералов. И теперь минусы. Первое. Много кукурузы. Она хоть и полезна, но не должна быть основой корма. Второе. Процент местных и других основных компонентов не указывается. Третье. Антиоксидант. А пропилгалат Е-310 может вызвать аллергии и раздражение желудка. А российское производство лучше покупать французский вариант. И корм для собак риалканин. Отзывы ветеринаров и покупателей. Отзывы о корме риалканин для собак. Пишет Анастасия. Добрый день. Свою собаку кормлю риалканином. Уже более 6 лет. Практически с момента, когда она появилась в моем доме. За это время всего один раз пробовала перейти на другой, более дорогой корм. Но он не подошел и решил больше не экспериментировать. Сейчас цены значительно выросли. Так что супер премиум корм уже не купишь. Так что этот подходит. В общем, моя собака выросла на нем. Всю жизнь его ест. И нет проблем. А значит и жаловаться не на что. Кстати, порода брюссельский грифон. Вот такой вот отзыв. А теперь я найду плохой отзыв. Пишет Елена. Купила два месяца назад щенку. Это корм риалканин. Вот стало ему плохо. Началась диарея и рвота. Сходили к ветеринару. Ветеринар сказал то, что язва желудка. Вот переводим сейчас на другой корм. Не советую. Выводы про корм риалканин. Про корм для собак риалканин отзывы противоречивы. Есть много положительных, много негативных. Хотя первых все же больше. Однако, учитывая сравнительно плоховатый состав и большую цену, есть супер премиум дешевле, чем риалканин. Ребята, кто кормит свою собаку, не кормите этим кормом. Я вам не рекомендую. Цена корма для собак риалканин. Сухой корм риалканин 500 грамм от 250 рублей. Сухой корм риалканин 3 килограмма от 1240 рублей. И 10 килограмм от 3200 рублей. В общем, ребята, кому понравилось видео, поставь палец вверх. И подпишись на мой канал. А пока что, всем пока-пока.